Рабочий свет, тут черный кабинет и солнышко в середине. Я режиссер мультфильмов, можно так сказать. Все эти сюрреалистические тусовочки. Кстати, там же мы познакомились с Сергеем Фоминалем. Не то чтобы истеблишмент, но скорее такой телевизионный мирок. Вот опасность. Достаточно, больше ничего не надо. Новости, культура. Даже смотреть кино не хватит. Мы понимаем, что сейчас наступит... И я такой. Бабуля работала в театре, брат работал в театре и отец работал в театре. То есть вариантов как будто бы у меня не было. Мне дико нравился театр, когда там никого нет. Накрытые стулья, приглушенный свет, рабочий свет, этот черный кабинет. Я все время садился в центр пустого зала. Смотрел на сцену. Кстати, я еще был маленьким. Я очень много рисовал. И до сих пор рисую. Я режиссер мультфильмов, можно так сказать. Последние мультики, которые мы делали, они были... Мы их называем конструктивистскими. Я придумал все в таком... Супрематические. Они все состоят из супрематических фигур. Дело в том, что я зарабатываю деньги на том, что мне нравится. Но я не знаю, что такое трудоголизм. Типа, я не понимаю разницы между трудоголизмом и нет. Существует типа трудоголизм и лень? Или существует трудоголизм и отсутствие желания работать? Является ли это ленью? На самом деле, первая, кто мне помог, это моя однокурсница. Потому что ее отец работал на целенкальной культуре. Она такая, не хочешь пойти монтажеру? Я такой, хочу. У меня было условие. Я должен был за 15 дней научиться монтировать на паре. Это такие две... Два, значит, плеер-рекордер. Такой прямой монтаж. Ну, пленки. А потом у меня был экзамен. Я сдавал его. Я даже сдавал экзамен по ПАЛ-ЮСЕКАМу. По всяким, наверное, генераторам циклных полей и так далее. Ну, в общем, всякие технические моменты. И все, и пошел работать. И фигачил, фигачил новости культуры. Кстати, там же мы познакомились с Игорь Фоминалом. Но он не помнит. А потом я влюбился в корреспондентку. Вот опасность. Маша Соколова, может быть, ты знаешь. Фух, отлегло. Прошу, что ты не помнишь. Потом я пошел на первый канал работать. Потом меня пригласили. Ну, в общем, и так далее. И пошло-поехало. И тогда я начал снимать... Тогда я начал снимать как раз свои уже авторские работы. И вот, собственно, первую авторскую работу я снял с Машей. Я впервые за свои деньги выехал за границу заработную. Вот. Мы поехали, и я снимал просто видеоарты. Портреты, детали. Еще кое-что снимал. Ну, в общем, масса всего снимала. В общем, было весело. Китай — это такая очень невероятная страна. Не факт, что туда прямо надо ездить. Заселяешься. Наутро обнаруживаешь, что из трубы вылезают червяки, скалопендры и улитки. Я не знаю, как будто они ждали, что ты приедешь, и нужно вылезти. Я говорю не о самом монастыре. Я говорю о тех домиках, которые вокруг. А сам ритм Шаолини и его учеников — это очень интересно, потому что там детки маленькие, вот такие прям малюсенькие. Они творят вообще классные штуки. Там, не знаю, четырехлетний малыш задирает ноги и кричит «Эй!». Это так мило. Мне дико интересен процесс, как актер, режиссер, ну и вообще вся группа вертится. Все, как все это вертится в одном, в этом во всем смерче, в этом урагане. А он еще и контролирует, ему нужно контролировать. Мне дико это нравится. Часто режиссеры занимаются не тем, чем нужно на съемочной площадке. Они занимаются большим, чем нужно. Поскольку я хорошо вижу кадр, и учитывая то, что я много снимаю, то мне, условно, понятно, как мне вести себя в камере, как мне смотреть на камеру, как мне работать с ней. Потому что я чувствую границы кадра. Не, я сейчас не хочу сравнивать, но здесь уже очень многие режиссеры снимают себя. Это очень интересный взгляд твоей собственной идеи на себя. Это как такое зеркало, оно только подвижное. Я снял короткий фильм для выставки, тема которой было не насилие, отказ от насилия. Мне предложено было занять часть экспозиции в отдельном зале, в котором я мог бы, ну, просто сам рассказать, как я вижу цепь передачи насилия от человека к человеку. Снял такой семиминутный фильм, который назвал «Стендбай». В нем герои передают некий символ насилия из сцены в сцену, превращая объекта, например, в кучу дров, которые берет мужчина и начинает чистить. Потом становится зубочисткой, он чистит зубы. Это дико интересный формат, потому что в нем есть основная линия. Это довольно плоский кадр с минимальной перспективой. И это как такой лубочные картинки. Перелистывая, ты видишь только то, что тебе нужно видеть. То есть, условно говоря, чистый акцент. У тебя глаз не отвлекается ни на что другое. И я подумал, что этот формат стоит развивать. И сейчас готовлю точно такой же формат, но более сложный. Есть такой философ Жорж Баттай, француз. И мне очень нравятся эти понятия симулякор. И вообще все, что он писал, и история глаза, такая прикрытая порнография. Это все туда к андалузскому псу, вот эти все, все эти сюрреалистические тусовочки. Мне очень нравится мрак. Мрак, который идет от героя. Не обязательно отрицательные персонажи или не обязательно отрицательные истории. Отвечая на вопрос, почему мне интересно себя снимать, потому что это я копия несуществующего меня. Потому что я в жизни не такой, и я не должен быть таким. Не обязательно условно быть убийцей, чтобы сыграть убийцу. Но ведь у убийцы есть нежелание убить. Ведь правильно? А у убийцы есть какой-то очень глубинный мотив. И очень глубинный какой-то корешочек, который дергает за все его действия. Он как марионетка там дергается, условно говоря, и дальше уже мы можем им оперировать. И я думаю, что в этом случае, скажем, американский психопат очень хороший пример. Потому что есть черта, которая его выделяет перед всеми остальными. Это такое дикое, чистоплотное педантизм до омерзения. Вот это круто. Когда считывают схемы, актерские схемы, конечно, мы этому не можем верить. Мы такие, окей, красиво снято. Очень классный фильм есть «Реинкарнация». Там девочка все время делает так. У нее еще отличительная внешность очень. И она делает так, и мы понимаем, что сейчас наступит... И вот этого достаточно. Одна маленькая деталь, она работает постоянно. Надо ее просто только найти. У вас в этом проекте очень много профессиональных актеров. Скорее, все профессиональные актеры почти, да? Я почти всех смотрел. И мне как-то вот, как-то сразу я подумал, блин, класс. Хочу. Почему? Я не хочу быть актером. Почему нет? Можно. Окей, Луи Дуфинес тоже никогда не был актером. Вообще никогда не был актером. Он стал актером, там, в последнюю декаду своей жизни. Правда, он сошел с ума, знаешь, да? В «Елках» сыграть? Ну, можно в «Елках» сыграть продавца... Не знаю, кого-нибудь, ничего, айфонов. Ну, а ты же никогда не знаешь, где это выстрелит. Кстати, «Заложники» — очень крутой фильм. Очень. У меня был случай в Грузии. Мы приехали в компанию, в одну нашу компанию, другую грузинскую. И я говорю, вот, представляете, какой фильм «Заложники» «Гегинишвизи». Мы говорили про кино, они все молчат. Я думаю, что ты не то сказал. Я говорю, вам фильм не понравился. Они говорят, ну, нет, просто, ну, не будем об этом. Просто вот девушка, мама, прототип главной героини. И я такой. Я прямо аж осел. Главное, девушка, с которой была свадьба. Да, она же в тюрьме была. Да, 18 лет, потом ее выпустили. Ну, ее осудили на 18 лет, потом выпустили, потому что там была смена власти. Моя очень хорошая знакомая, до сих пор мы дружим. Но это же правда? Да. Нет, что именно? Ну, вот просто смотри. Все, вот эта правда с этим, нет. Она говорила, что она советовала «Резоне» снимать. Он ей рассказал всю историю, она сказала, что все так, не так было. Тонкая такая штука. Постоянно на себя с детства смотрю в зеркало. Не любуюсь собой, а вот просто представляю себя старым. Я смотрю на своего деда, и ему сейчас 92. Вот. И он крутой. Каждый день что-то делать. Если умереть, то на ногах. Пускай это случится. Где-нибудь на съемках или на чем-нибудь еще. Не дай бог, конечно, всякое может быть. Так вот, когда я просыпаюсь, я очень хочу видеть солнце. Но часто его не вижу. И мне очень грустно. Мне очень грустно, я с этой грустью молчу час-полтора. Потом кофе, и все, жизнь просыпается. Я дикий фан, я кофеман страшный. Причем спешлти. Ну, это кофе, который растет в маленьких плантациях наверху, очень высоко, поэтому солнца много. Больше, чем те, что растут внизу. Это маленькие плантации, они частные, их очень много. Гватемала, Руанда, Эфиопия. Много-много-много-много. Ты знаешь этот путь от зернышка до его высушивания, до обработки, потом обжарки. Здесь, в Москве, потом через барист, он попадает тебе в кружку. Для тебя это ритуал общения с баристой. Многие называют нас кофе-снованными. Можно сказать, что в Москве кофе один из самых сильных институтов в мире. И вообще, весь, все северное полушарие в кофе рубят вообще просто на ура. Лучший кофе – это Норвегия, Германия, Дания, просто чумовое. Ребята вообще вточенные. А юг весь вообще ничего не понимает. Это амулетик сделала моя девушка на ювелир. Такая история. Никогда не хотел детей. Я очень на равных отношусь к ребенку. У Даши есть сын. Ян, ему 7 лет. И я вот вошел в эту семью маленькую. И воспринимая их двоих как одно. Потому что невозможно воспринимать. Ну, мне нравится твоя мама. Сори, подвинься. Ну, мы с ним сразу договорились, что отца я ему не заменю. Я понимаю, что, несмотря ни на что, отец – это отец. Ну, в смысле, это просто единица очень важная. Нельзя называться отцом, если ты не отец. Я в этом смысле. Вот. И мы договорились, что мы просто очень близкие друзья. К тому же, если я назовусь отцом, то каким я человеком после этого буду? Что мне теперь нужно по кулакам, по столу? Или я могу его в угол поставить? Или что это дает? Какое преимущество дает слово «отец»? Это просто слово. Мне кажется, разлюбить невозможно. Это чувство, которое поселяется в тебе однажды, и оно сохраняется навсегда. Детские травмы – это психология. Это не связанные неправильно мышцы выросшие. Без детских травм нет характера. Не будет. Ты просто будешь как Будда. Именно момент решения этих детских травм и, наверное, является нашей такой внутренней драматургией. Просто кто-то, может, не хочет, потому что это тяжело. Копать там что-то себе. Я бы с большим удовольствием снял бы лирическую комедию, потому что то, что для меня русская лирическая комедия, мелодраматичная комедия, мне кажется, закончилась на Афоне. Куравлев, он просто гениальный в этом плане. Ну, это невероятно. Он ничего даже не делает. Он пара ужимок – да, 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 вот все. А так? Наверное, такой герой мне интересен. И в этом смысле не стоило бы, наверное, снимать из этого триллер или что-нибудь в стиле НТВ. Сейчас же вторая волна курьера. Почему сюрреализм? Потому что это такой Магрит, через который все протекает, и он как бы еще не понимает, а что ему делать, как ему реагировать, но при этом он реагирует. А вообще нормально ли так реагировать? А вообще нужно ли реагировать? И вообще способен ли я реагировать? Вот такие вопросы для меня важны. И, наверное, вот так это было бы важно. Продолжение следует...